добрый день уважаемые телезрители и радиослушатели очень рад очередной встречи с вами сегодня очередная 74 по счету передача в рамках моей авторской программы конституции мы и сегодня мы будем говорить на тему год детства и развития детско-юношеского спорта в республике саха якутия вы знаете что буквально вчера у нас гостях был наш общенациональный лидер президент российской федерации владимир владимирович путин по многим вопросам которые были поставлены главой республики саха якутия айсеном сергеевичем николаевым получена поддержка главы государства и это нас вдохновляет радует второе мы знаем что наш президент определил 2024 год как год семьи в российской федерации а в республике саха якутия решением илдархана проводится год детства ну и конечно для нас очень важно сегодня упомянуть о том что наш первый президент михаил ефимич николаев является отцом основателем первых международных детских спортивных игр дети азии которые прошли в 1996 году и были посвящены столетию современного олимпийского движения я знаю что михаил ефимич николаев очень хорошо продуманно высказывался с точки зрения того как необходимо воспринимать работы барона пьера де кубертена том числе его трактат о да спорту где говорится о том о спорте мир о спорте справедливость о спорте дружба и с этой точки зрения хочу отметить что девиз международных детских спортивных игр дети азии от дружбы в спорте к миру на земле кстати я являюсь автором этого слогана он объединяет представителей ну будем играть детских команд многих государств которые приедут к нам буквально через считанные дни вот почему я пригласил в нашу студию легендарного спортсмена победителя первых международных детских спортивных игр дети азии по боксу дальнейшем бронзового призера пекинской олимпиады а сегодня народного депутата республики саха якутия председателя парламентского комитета по делам молодежи физической культуры спорту заслуженного мастера спорта российской федерации георгия руслановича балакшина добрый день георгий русланович рад вас видеть также у нас в студии михаил петрович сивцев который руководит дирекцией по организации восьмых международных детских спортивных игр дети азии у него очень сложная миссия но я уверен что команда михаил петрович справиться я думаю что при поддержке главы республики при поддержке международного комитета дети азии во главе слоем владимирович максимовым эти игры пройдут на самом высоком уровне хотелось бы пожелать чтобы это было очень не только эффектное событие да но и осталось сердцах тех ребят которые приедут нам гости мы ожидаем большое количество очень важных персон гостей которые поддерживают современное детское движение георгий руслановича уехтан кэллинг эйген унырт михаил петрович бары телевизорнын коррекшелы и радио нын эстетчилер и бугален ехэр уех браэнниггинан михаил фимиш николая буйягынан бэсэйн хуйбэ бир күнэ бийяга хуйяк күнэ хуй тарыстыны браэнник боп болар онын то саман сайын көлбетінен джомбутын сэргэ беттэнэ гаддэ лэнгэ бийяк кэ оны то қаз биддэ кийя қабыл хуйяк тэн олыс чуғас әтәргетлі хуйяк біреметтер бе алгысы лабыд күйс бүтер күйсе біна бет оны то инэкені тұрымы бұд жерать тазы таржық Баста тұран барларын саман сайын көлбетінен дүринтунах үшікі хығынан әғдәлін көңллэн гэлгэңбы бүл нүрбәгі били нээ ұқпулы марқаулуға таралыві та екен сылағы үшюбба күнтудда жан үшббатик үшюббатик үшбаттатын көлді Да, да. Вот с чего начинался ваш путь в спорт? Ну, вообще боксом я начал заниматься с 8 лет, ну, очень раннего возраста, под руководством Артура Накенча Пахомова. Ну, в детстве я был очень активным ребёнком, и одновременно там занимался и боксом, и больной борьбой, и волейбол, и футбол, и очень много видов спорта. Но благодаря, наверное, таланту Артура Накенча, своего тренера, в итоге я больше стал время уделять боксу, ну, и остался в этом виде спорта. Ну, и, соответственно, достиг определенных результатов. Ну, когда ты тренируешься там, наверное, лет 12-13 ещё таких на особых результатах ты не рассчитываешь. Боксируешь в разных турнирах, там, первенства республики, всякие разные республиканские турниры и так далее. Основные такие победы, выезда начались как раз, когда я перешёл в категорию старших юношей, это 15-16 лет. 15 лет я стал победителем спартакиады школьников России, ну, соответственно, Дальний Восток, потом на России вторым стал и выиграл спартакиады школьников. И потом, вот уже в 96-м году, ну, вот вы уже сказали, благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву были проведены в Якутске международные спортивные игры «Дети Азии», где тогда, вот, насколько я помню, принимало участие 250 спортсменов из 8-ми зарубежных стран. Очень так, на самом деле, был хороший большой праздник спорта. И это был мой первый международный опыт, ну, и так, можно сказать, это был как трамплин, наверное, большой. Вот первые ощущения, когда вы стояли на пьедестале почёта, что вы ощущали? Ну, ощущаешь гордость, конечно, да, потому что большой праздник, да, это комплексная спартакиада по разным видам спорта. Очень много спортсменов, потом на тебе висит груз ответственности, чтобы не подвезти команду, там, ну, во-первых, родной район, потом республику и страну. И в итоге, да, ну, слава богу, всё получилось на нас. Спасибо большое. Ну, вот, смотрите, первые игры в 1996 году. Сейчас мы с вами в студии находимся в 2024-м, и уже готовим восьмые международные детские спортивные игры «Дети Азии». Вот, очень приятно, что, Михаил Петрович, невзирая на всю вашу плотную занятость, подошли в нашу студию. Хотелось бы задать вам вопрос, как вот проходит подготовка к этим играм, что мы ожидаем? Ну, во-первых, спасибо за приглашение и возможность общаться, хоть и не в живом формате, но через вас передать наши слова благодарности всем, кто задействован в подготовке к играм «Дети Азии», кто с волнением ожидает. Вот, подготовка, она началась не вчера, она планово с прошлого года ведётся. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что практически все наши спортивные объекты, где будут проходить соревнования по 24 видам спорта, они готовы. Вот, что же за этот промежуток сделано в спортивных объектах, мы тоже нашим зрителям, телезрителям рассказывали. Вот, во-первых, все спортивные объекты, которые уже ранее были построены, введены в эксплуатацию, они отремонтированы, начиная от раздевалок, санузлов, гардеробных, вот, дополнительно добавили освещение, вот. В этом году введён в Сасярском округе один многофункциональный спортивный зал, уже присвоенное имя Чепчал, вот. Также мы в прошлом году были свидетелями того, что в Хатасах введён тоже один спортивный комплекс, вот, он у нас задействован как тренировочный объект. Ну, таким образом, из года в год, можно сказать, и благодаря вот таким крупнейшим событиям, создаётся условие не только для тех, кто приезжает участвовать, выступает на этих площадках, ну, и для тех людей, жителей республики, детишек, которые в этих спортивных объектах занимаются. Ну, объекты за последние вот оставшиеся дни, ну, что должны сделать, там, прибраться, вот, провести уборку, вот, где-то там доработать небольшие объёмы работ. Вот, это есть, огромное количество людей, коллективов, спортивных объектов, вот, вот, вселенаправленно работает над этим. Что касается размещения, ну, поскольку это, вот, как отмечено, мультиспортивное мероприятие, вот, приедет огромное количество людей, вот, будут оценивать судей, тоже из различных наших регионов, стран, участников игр Дети Азии. Для этого, безусловно, готовится большое количество объектов размещения. Это 27 объектов на сегодняшний день, включая общежития наших техникумов, общежития Северо-Восточного федерального университета, гостиницы, вот, центральной части города Якутска. В них тоже работа по подготовке была начата и в прошлом году, ремонтные работы, вот, благоустройство территорий, фасадов, вот. Объекты Министерства образования, Министерства труда уже приняли участников культурной программы. Мы всегда гордимся тем, что на церемонии открытия тысячи детей, жителей нашей республики, из различных творческих коллективов районов, принимают участие сегодня. В этих общежитиях техникумов уже проживают более тысячи детишек из наших районов, которые подарят праздник детства на церемонии открытия вместе с творческими коллективами нашей республики. Ну и дети, наши спортсмены, делегации, они будут проживать в так называемой деревне спортсменов, которая формируется на базе Северо-Восточного федерального университета. Вот, различные корпуса отремонтированы. На данном этапе мы уже заселили наших волонтеров, которые приехали из других регионов. Всего у нас 1900 волонтеров будут работать, помогать нашей команде. Они уже заселились в общежитии Северо-Восточного федерального университета. А первые гости из зарубежных стран в составе спортивных делегаций приедут 21 июня, вот уже буквально через пару дней. 22-го уже большой чартер приедет, и уже начнется функционирование деревни спортсменов. Вот, и теперь наших гостей нужно обеспечить хорошим питанием, качественным питанием в этом направлении. Тоже под руководством Оргкомитета. Тут уже несколько таких отраслевых министерств задействованы. Вы знаете, это Министерство сельского хозяйства. Вот, проводило работу с нашими поставщиками сырья, фоллопаврикатов, вместе с Роспотребнадзором. Четкий отбор по качеству был осуществлен. Ну и в том числе задействованы местные производители. Вот это очень важно. Второй момент. Всю эту работу координирует комиссия по организации питания. Это под руководством Министерства предпринимательства. Вот, на сегодняшний день сформировано меню. Вот, с учетом религиозных особенностей, в первую очередь, мы всем нашим гостям, как обязательство, говорим, что такие требования выдерживаются. И сотрудники, наши золотые руки, повара, прошли подготовку в течение вот этого года. Сейчас там завершается вакцинация, медосмотры, допуск к работе. В целом, мы готовы. Это не только сотрудники дирекции, которые работают в различных направлениях. Это, в целом, большая команда людей с объектов, в первую очередь. Ну, и, если говорить по городу, организации, которые сегодня занимаются ремонтом, дорожной сети, благоустройством территорий. Это управляющие компании, которые тоже вкладывают, вносят свой вклад в подготовку города. Готовы? 26 июня откроем. Да, Михаил Петрович, даже вот тот песен, который вы огласили, он впечатляющий, да? Вообще, вот за этим перечнем стоит же огромная работа, большого количества людей. И вы, наверное, не случайно поблагодарили всех тех, которые участвуют в этом процессе подготовки. Здесь на кону стоит не только престиж республики, я думаю, престиж России. Потому что это самое крупнейшее спортивное состязание этого года. И в программе в плане работы Министерства спорта Российской Федерации это стоит приоритетом, да? Поэтому, конечно, вот то, что Михаил Ефимович задал такой тон, и вот, если мы говорим о таких больших спортивных комплексах, «Триумф», «Доксун», да, «Стадион Туйма», «Дачалбон», они же все построены, по большому счету, за счет федеральных средств. И это идет такое развитие спортивной инфраструктуры нашей республики. И, конечно, вот то, что вы отметили, что у нас еще появляются новые спортивные объекты, это нас очень радует. Вы сказали, что 24 вида, вот мы, якутяне, гордимся, что и наши якутские национальные виды спорта представлены, и якутские прыжки, и масресинки, и борьба хапсагай. И то, что вот представители иностранных государств тоже вовлечены в этот процесс, будут состязаться по этим видам спорта. Я вот как президент Ассоциации Сахада Спорт внимательно стяжу за этим процессом. Конечно, формируются очень хорошие судебные, судейские бригады, да, формируется, так сказать, пол комментаторов для того, чтобы все это было очень динамично, доходчиво. Георгий Русланович, пожалуйста, вот вы, как государственный деятель, человек, который, ну, будем говорить, является инородным депутатом, как вы оцениваете процесс подготовки к восьмым международным детским спортивным микроам? Во-первых, Республика Сахай-Якутия имеет очень огромный опыт уже проведения таких крупных спортивных форумов, начиная с 96-го года, ну, то, что касается Дети Азии. Помимо этого, проводятся у нас, ну, каждые там с промежутком 4 года наши игры по национальным видам спорта, игры Мончаровки, также очень много людей задействовано, спортменов и так далее. Это потом игры народов Республики Сахай-Якутия, это уже по олимпийским видам спорта, поэтому Республика идет колоссальное опытное проведение, ну, вообще, крупных спортивных форумов. И вот в этом году мы уже пришли к тому, что уже восьмой, но при этом, если брать Дети Азии, то седьмой по счету, седьмой по счету игр, которые Республика Сахай-Якутия будет проводить. Поэтому те направления, которые Михаил Петрович назвал, начиная от встречи гостей, начиная с аэропорта, где группа встречающих встречает, да, команд, почетных гостей, окончания, ну, оканчиваем там их питанием и проживанием, ну, и, соответственно, уже выступления в соревнованиях и проводах. Ну, вот смотрите, наши национальные виды спорта, мы, конечно же, предмет гордости, что привнесли в 21 век, более того, мы превратили их в такие яркие, востребованные виды спорта. Вот на примере масс-рестлинга мы можем продемонстрировать, это Международная Федерация Масс-рестлинга во главе с Александром Константиновичем Макивом сегодня объединяет в своих, да, 55 стран со всех пяти континентов, да. Представляете, это очень такой мощный. И, Георгий Александрович, мы вас благодарим, под вашим руководством прошел такой хороший, содержательный, круглый стол о развитии масс-рестлинга, потому что наш глава поставил задачу в 2032 год, вот, чтобы Масс-рестлинг стал олимпийским видом спорта, но, тем не менее, сейчас в Олимпийском движении есть разные подходы, в том числе и политизация спорта, да. Какие планы у Вас по развитию национальных видов спорта как законодатели? У нас же единственный в Российской Федерации закон отдельный о национальных видах спорта. Других субъектах такого нет. У нас единственный среди субъектов Российской Федерации центр развития национальных видов спорта. Очень хороший круглый стол мы провели. Очень огромная работа, во-первых, проводится в федерации. Проведем за это время пять континентальных чемпионатов, пять чемпионатов мира. Помимо этого еще проделывается очень огромная работа. Высказали там уже более 55 наших стран, есть созданных федерацией. По итогам того круглого стола, Александр, конечно, вы присутствовали, было принято решение, что на осенней сессии парламента уже провести круглый стол по развитию национальных видах спорта, именно закона о национальных видах спорта, где мы уже наших коллег послушаем, разные предложения они несут, и будем стараться вносить какие-то изменения именно в закон о национальных видах спорта. Да, это очень здорово. Но самое главное, мы внести поправки в федеральный закон о физической культуре спорта. Раньше это оккупировалось, а сегодня мы развиваем во всех регионах Российской Федерации. И я думаю, что мы после перерыва продолжим наш интересный разговор. Дорогие телезрители, радиослушатели, будьте с нами. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей в эфире программа «Конституция и мы». Сегодня тема разговора – это год детства в республике Саха-Якутия. Также мы говорим о развитии детско-юношеского спорта. Наша передача посвящена восьмым международным детским спортивным играм «Дети Азии». И, конечно, в студии у нас очень такие гости, которые компетентны говорить на эту тему. Георгий Александрович, давайте мы продолжим в части того по развитию национальных видов спорта. По развитию национальных видов спорта в 2013 году, понятно, работа проводилась, и до этого очень много работы проводилась. Но именно с 2013 года, когда сюда приехал комитет Государственной думы, в лице Ананских, председателя комитета, тогда приезжали члены комитета. Третьяк приезжал, Валуев приезжал, Харлов приезжал и Поддумный приезжал. И после проведения здесь выездного их совещания комитета Государственной думы по спорту, это дало такой большой толчок во включение наших национальных видов спорта в реестр всероссийских видов спорта. Если так попросту бы объяснить, то до 2013 года наши спортсмены, выступая, могли максимально получить звание мастера спорта Республики Сахай-Якутия. После включения в реестр всероссийских видов спорта наши спортсмены сейчас имеют право получать звание мастера спорта Российской Федерации, мастера спорта международного класса. И буквально в этом году у нас уже есть два заслуженных мастера спорта Российской Федерации по виду спорта масс-средственные. Наши ребята, да, это, конечно, нас радует. И вот с точки зрения развития спорта, и, как вы сказали, начиная с детского возраста, да, вот вы являетесь победителем первых международных детских спортивных игр. Леонид Николаевич Передонов тоже победитель первых, сегодня министр по физической культуре и спорту. Так что вот «Дети Азии» воспитывает не только спортсменов, но и организаторов спорта. Кузница кадров, можно сказать. Да, с этой точки зрения. Александр Николаевич Бугаев, первый заместитель министра спорта. Тоже участник. Тоже участник, бронзовый призер первых международных спортивных игр «Дети Азии», да. Михаил Петрович, ну, конечно, вот проведение столь масштабного мероприятия, оно налагает большую ответственность. Вот немного расскажите, в целом, какой будет масштаб этих игр, с учетом того, что это приоритетное мероприятие всего спортивного года. Ну, это действительно так. Вот у нас в нашей стране в этом году три ключевых события международного уровня должны состояться. Первый из них – это в Казани игры будущего уже в феврале прошли. В данное время проходят игры «Брикс» тоже в Казани. Ну, и третье масштабное мероприятие – это «Дети Азии». Буквально недавно принятое решение об определении другой даты игры дружбы, которые тоже должны были в этом году состояться. Сейчас данное решение отменено. Поэтому очень большое внимание со стороны всех органов государственной власти, потому что это в первую очередь, как вы сами сказали, лицо нашего государства. Сегодня мы говорим, что в отличие от двух спортивных мероприятий, которые проходят в Казани, наши игры «Дети Азии» – это единственное международное событие на территории Российской Федерации в области детского юношеского спорта. Это факт. Другого нет. И более того, сегодня мы уже получили подтверждение от 24 стран. Это после пандемийный период с точки зрения охвата и внимания со стороны стран к играм «Дети Азии» тоже говорит о том, что наши игры «Дети Азии» уже стали другой площадкой не спортивного уровня, а уже международного уровня. Интерес к подготовке спортивных делегаций у стран тоже вырос. Сегодня мы ожидаем также ребят из других федеральных округов. Это Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, которые очень серьезно относятся к подготовке своих спортивных команд. Что, конечно, это дает нам, в первую очередь, с точки зрения мобилизации ресурсов, как стимулирующие мероприятия для развития. Вы правильно отметили, наш город, наша республика развивается. Готоваясь к таким крупнейшим проектам, конечно, мы как организаторы изучаем опыт. Я буквально каждые игры с точки зрения структуры управления изучал, в том числе посчастливилось пообщаться с Михаилом Николаевым, который говорил мне о том, что игры «Дети Азии» – это не просто там игры, соревнования. Здесь нужно обратить внимание еще на сервисы, это подготовка переводчиков, начиная с 96-го года активно начали это установление отдельных международных отношений с другими государствами, протокольное сопровождение. Это все-таки медицинское обеспечение спортивных мероприятий, в том числе мультиспортивных, тоже большая ответственность. И много-много вот таких организационных направлений, конечно, они задействованы. Безусловно, многие наши зрители, с кем мы общаемся, создают вопрос с точки зрения безопасности. Органы безопасности, поверьте, они очень качественно выполняют свою работу, безопасность также стоит на первом месте. Вместе с тем, мы сегодня, как очевидные результаты, которые я уже перечислил, которые мы можем видеть, это обустроенные спортивные площадки, это обустроенный город, это взаимодействие. Еще, на мой взгляд, есть такой результат, который в последующем проявится. Это взаимодействие наших ребят, волонтеров со своими сверстниками из других регионов, выстраивание дружеских отношений. Не только вот спортсменов, которые будут по жизни дружить, а еще и волонтеров. И эти же ребята, и эти ребята, которые сегодня танцуют, приехали из разных районов, они участвуют в организации такого крупнейшего события, который именно проводим мы все вместе. И они будут в последующем чувствовать все-таки свою сопричастность, как соорганизаторы. И это сформирует, на мой взгляд, ответственность перед своей родиной. И такое значение, такую именно ключевую роль этих игр «Дети Азии», конечно, мы подчеркиваем и говорим сейчас все чаще и чаще, потому что это возможность для наших детей. Спасибо, Михаил Петрович. Ну вот с Ваших слов понятно, что это будет грандиозный праздник детства, грандиозный праздник мира, добрососедство, взаимопонимание. И вот церемония открытия, церемония закрытия, наверное, этому тоже уделяется большое внимание. Так, что можно об этом сказать, насколько наш стадион готов, насколько вот наши вот ребята, которые приехали, наверное, будет очень интересная программа. Да, конечно, очень заслуженные деятели культуры на сегодняшний день нашей республики работают над именно сценарием и над целым содержанием. Церемония открытия, вот, 26 июня мы все станем свидетелями этого грандиозного события. Конечно, мы стремимся демонстрировать нашу культуру, культуру наших народов. У нас в республике проживают практически представители всех народов и народностей нашей страны. Да, это сложно представить, но творческие коллективы, режиссерская группа все вот это вот аккумулируют и продемонстрируют. Далее у нас на наших площадях города, в музеях, вот, в различных театрах пройдут представления, где наши посетители, наши гости имеют возможность посетить. Вот, более того, Игры Дети Азии и СЭХ, национальный праздник, они практически пройдут в одни и те же даты, соответственно, гости Игры Дети Азии смогут посмотреть, посетить наш национальный праздник СЭХ. А для горожан, вот, чтобы охватить полностью всю селевую аудиторию, на Комсомольской площади ежедневно будут проходить концерты наших артистов эстрады, приглашенных артистов. Мы постарались по возрасту подобрать артистов, чтобы сегодня было интересно молодежи, завтра там поколению нашего возраста и так далее. В утреннее время будут развлекательные программы для детей. Ну, вот это очень знаково, да? И вот я хотел бы отметить, что наша национальная вещательная компания с проектом Игры Дегына в 2020 году завоевала высшую телевизионную премию ТЭФИ. И вот Игры Дегына, я думаю, они могут стать свидетелями, очевидцами вот этих схваток, этой большой борьбы, да? Вот буквально вчера мы провели второй уже турнир памяти Анатолия Анатольевича Добрянцева, народного депутата, первого вице-спикера нашего парламента. К сожалению, его нет рядом с нами. Также вот прошла презентация книги «Быстрее, выше, сильнее». И вот мы это тоже посвящаем Играм Дети Азии, чтобы у детей была мотивация, были личности, которые посредством спорта, в последующем достигают жизненных высот. Георгий Александрович, вы что можете вспомнить об Анатолии Анатольевиче? Ну, в общем, мы очень хорошо, тесно общались, да. Ну, как раз, когда он был первым, был заместителем спикера парламента, я в то время уже работал в Министерстве спорта, да, и очень, ну, вот, огромное внимание он уделял, старался уделять прежде всего национальным видам спорта. Ну, вот, я точно не помню, или по четырем, или по пяти видам спорта он был у нас... Он являлся мастером спорта по трем видам. По трем видам спорта, да. Да, перетягивание палки, борьба на кушаках и якутские прыжки. И человек очень был универсальный, потому что, ну, сам являясь спортсменом, понимаем, что в одном виде спорта, это очень тяжелозовое в этом звании, мастера спорта Российской Федерации, а тут человек был мастером спорта в трех видах, да. Ну, и то очень такое, позже, когда мы уже общались, очень, ну, один из первых, кто дал толчок развитию, не развитию, а чтобы вспомнили государевых имщиков, потому что это как-то было забыто, и вот благодаря ему эта работа уже началась, и до сих пор она продолжается, да. Да, вот он, движение потомков государевых имщиков, да, и он стал обладателем первой, значит, общероссийской премии «Гортость нации». Гортость нации. Да, это высокая оценка. Ну, на самом деле, как Михаил Петрович говорит, мы должны сплачивать все народы, да, и, конечно, вот в напряженный период наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил с мирной инициативой. Я надеюсь, что эта инициатива должна быть услышана. Ну, а мы, как проводники, участники вот этого большого события «Игры Дети Азии», конечно же, поддерживаем политику нашего президента, поскольку мы должны создавать многополярный мир, где идет уважение ко всем странам, независимо от их размера, количества населения. А спорт – это посол мира, правильно? Вот с этой точки зрения вот хотелось бы ваше ощущение с Олимпийских игр. Афины, Пекин, вот что вы ощущали? Вот именно принципы олимпийсма в то время, на мой взгляд, соблюдались очень четко. Александр Николаевич, ну, сейчас как-то так, ну, чуть по-другому, иначе стало, да, потому что, ну, наши спортсмены не имеют права выступать на Олимпийских играх. Если могут выступать, то по определенным, ну, разные ограничения. Под нейтральным статусом, без флага, без гимна, без символики, без экипировки, с символикой сборной и так далее. Ну, в то время, слава богу, этого не было, и вот мы буквально недавно с Павел Павловичем Пенегином на эту тему разговаривали, я ему говорю, Павел Павлович, я говорю, мы счастливые люди с тобой, ну, спортсмены имею в виду, так как у нас была возможность выступать. И в экипировке сборной команды страны, с символикой сборной команды страны, с флагом, с гимном, да. Павел Павлович выступал тогда еще в сборной СССР, но я уже выступал за Российскую Федерацию. Ну, я был на двух Олимпийских играх, поэтому у меня именно то, что касается организации, проведения игр, если сравнивать Афины и сравнивать Пекин, то китайцы намного были лучше готовы и очень, ну, лучше намного, на очень хорошем, высоком организационном уровне провели Олимпийские игры. Конечно, от этого очень многое зависит, вот само настроение, да, людей, вот сама атмосфера, когда мы ощущаем, что принципы олимпизма соблюдаются, это же очень важно. Я думаю, у вас тоже вот некий такой Олимпийский университет открытый, да, вы проводите в рамках игр, будет подписано много разных соглашений, да, которые дадут, создадут основу для дальнейшего развития детского спорта, да, для дальнейшего развития, значит, дружественных отношений с разными странами, континентами. И вот с этой точки зрения, вот, что бы вы хотели пожелать Михаил Петровичу якутянам, потому что мы находимся накануне столь ответственного мероприятия. И вот Георгий Русланович в свое время был капитаном сборной страны. Я помню вашу фотографию с нашим вообще национальным лидером Вадимом Владимировичем Путиным, да, и вот чувствовалась вот поддержка Олимпийского движения со стороны нашего президента. Михаил Петрович, как вы думаете? Ну, во-первых, конечно, мы вот как организаторы сегодня чувствуем огромную поддержку жителей нашей республики. Вот, благодаря вот этой поддержке сегодня уровень подготовки достаточно высокий, осталось совсем чуть-чуть, вот, осталось показать именно наш уровень гостеприимства, вот, чтобы в памяти участников эти дни остались яркими, то есть яркими событиями. Мне очень приятно, и многим, наверное, очень приятно, когда ребята из других стран и регионов так тепло отзываются об играх во Владивостоке. И когда я работал, ко мне подходили и говорили о том, что практически вот мы родственники, потому что они здесь участвовали в играх Дети Азии, у кого-то там медали завоеваны были, они действительно верят, что это настоящее золото, оно очень дорогого стоит, и вот эти игры, они сплачивает народа. Ну, нам всем, как говорится, удачи, вот, все будет хорошо. Что касается образовательных программ для детей, это тоже предусмотрено. Путь к Олимпу, форум юных олимпийцев, и мы, безусловно, это должны провести все вместе. Георгий Александрович, Михаил Петрович, я очень рад, что вы были сегодня в нашей студии, рассказали о том, как развивается детский спорт. Мы поддерживаем год детства, который объявлен нашим главбой, мы поддерживаем год семьи, сохранение традиционных семейных ценностей. Поэтому мы хотели бы пожелать от имени нас всем благополучия, счастья, чтобы был мир, чтобы дети наши радовались и радовались своим победам. Пусть эти победы потом станут основанием для будущих Олимпийских побед. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Всем добра, благополучия!